Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня уже 29 февраля. Вчера выложила видеоролик вот этот, где я говорила, что после пикировки просто дежурный уход. Рыхлю и все. И вот, прочитав сегодня комментарий Натальи Гороховой, она пишет А мне свою рассаду всегда хочется полить, когда увижу подсохший грунт, хоть по рукам бей. Наташ, так вы такая не одна, и мне хочется полить, и всем хочется полить. Мы держим себя в руках с трудом, некоторые все-таки не выдерживают, начинают подливать туда водички. Я хочу сейчас вам сказать, что нужно, можно сделать в крайнем случае, если уж так хочется что-то с ними сделать, что ну вот вообще нет силы, не можете удержать себя в руках, чтобы не подливать жидкости и не разводить сырости. Можно просто свои растения побаловать, то есть сделать опрыскивание по листу, или какое-то средство повышающее иммунитет, или там какое-то витаминное. Я сейчас покажу свои растения и покажу, что я делаю, когда вот не в моготу. Я такая же, как и вы, мне тоже хоть бей по рукам, хоть бей по голове, а хочется подойти. Ну и как-то проявить свою любовь к этим растениям. А как мы можем проявить? Только полить, поливать не нужно, лучше сделать опрыскивание. Вот вчера я вам показывала эти растения, что я их рыхлю. Ну вот прорыхлила я все в стаканчиках, весь грунт. Он увлажненный, он рыхлый, и делать-то в общем-то нечего. Но вы думаете, успокаивается на этом душа огородника очумелого? Нет, конечно. Конечно, хочется, ну что-то сделать конкретное, чтобы показать, что я их люблю, что я за ними ухаживаю. Потому что сейчас целую неделю делать с ними больше нечего. Все, они взрыхлены, они политы, все. Что в этих случаях делаю я? Конечно, нужно, можно сделать легкое опрыскивание. Тем более у нас, в наших помещениях комнатных, ну вот в жилищах, влажность воздуха намного выше, чем нужно растениям. И вот некоторые уже пишут, что и крутятся, как барашки, листья закручиваются. И все это, конечно, от недостаточной влажности. Потому что, ну растениям все-таки нужно вот этот вот немножко тепличный эффект, где воздух немножко влажноватый, где тепло и влажно. Я делаю просто опрыскивание. Опрыскивание, которое, в отличие от воды, от полива, никакого вреда не принесет. Вот, в прошлом году я эпином опрыскивала. В этом году вот такое средство, новое решила применить, ни разу не применяла. Именно иммуностимулятор. Вот про что я и говорила, что опрыскивать каким-нибудь натуральным средством, которое вреда не принесет, а принесет только пользу. Что тут у нас написано? Защита от вредителей, то есть может оно тлю отпугнуть или что-то там вот у некоторых мушки. Антимикробное, противовирусное и активное развитие и рост. Натуральный продукт на основе хвои. Вот я сейчас его развела. Так запахло вкусно елочкой. И по своим свойствам, знаете, оно на что похоже? Я вот, по-моему, два года назад говорила, HB101-то, вот это средство, которое было сначала японское, потом сделали у нас, которое дороговато. А это вот то же самое. И в прошлом году многие говорили, что на некоторых каналах блогеры советуют даже самим нам готовить вот эти вот на основе хвойных вот эти всякие настойки, препараты для обработки растений, для применения, выращивания рассада. Но мне, конечно, готовить самой из хвойных некогда. Мне взять негде. Нужно ехать очень далеко. Я приготовила по рецепту. Очень маленький расход. Тут написано 10 миллилитров на 1 литр воды. Мне даже литра воды не надо. Я взяла в шприц, набрала 5 миллилитров и в пол-литровую бутылочку развела. Цвет вот такой вот. Запах вкусный, вкусный, вкусный. Еловый такой аромат. И все. И немножко, немножко, прям вот такими еле-еле видимыми я сейчас их опрыскаю. Еще раз повторяю, что это совершенно безвредно. Это просто как повышает иммунитет. Все-таки наши растения вот сейчас в это время. Февраль у меня они росли. Еще даже март. У них условия у нас здесь неподходящие дома. Мало света. Все равно им недостаточно. Хоть они и выглядят здоровыми. Но когда их выносишь на солнце, они сразу меняют окраску. Становятся ярче. Становятся толще. Я знаю прекрасно, я много лет выращиваю. Знаю, что дома очень сложно создать условия естественные. Те, которые им нужны. Тут повышенная сухость воздуха, пониженная освещенность. И повысить иммунитет им не мешало бы. И вот сейчас я сделаю легкое спрыскивание. Вот этого пол-литра, 5 мл средства мне хватит на все, на все мои посадки. И первый ярус, и второй, и третий опрыскаю. Сразу скажу, что это необязательная процедура. Если у вас нет такого вот какого-то средства. Вот в прошлом году я просто эпином подпрыскивала иногда. Они вырастут и без этого средства. Но это вот такая процедура. Больше поможет не растениям, а нам. Тем, кто хочет лишний раз поухаживать за растениями, но не знает, что сделать. И вот от этого незнания начинают поливать лишний раз, смачивать грунт. Грунт не трогайте. Лучше сделайте обработку по лицу. По лицу, по листу. Вот такими вот антистрессовыми, повышающими иммунитет средствами, любыми натуральными средствами, все пойдет в пользу. Сразу говорю, что это необязательно. Иногда целый год выращиваю, ничем не опрыскиваю. Нынче просто захотелось, потому что у нас солнца давно нет. Пасмурно, не выношу. Обычно я в это время уже в придомовую теплицу выношу. Тут они у меня сидят в тесноте, под искусственным солнышком. Им, конечно, хотелось бы большего. Эти условия для них не очень хороши. Поэтому я сегодня их решила побаловать. Вот сделаю обработку по листу экстрактом в хвои. Все, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok